Трудно в это поверить, но когда телевизоры плюются кризисом и вселенскими бедами, в Магнитогорске строятся торговые центры и дома, ремонтируются квартиры, нарезаются новые поселки. И вот беда. Мы этого не видим, что ли? Мы посыпаем голову пеплом былых желаний, несовместимых с нормальной жизнью. Мы паникуем и кризисируем. А стоит ли это делать, видя, что жизнь-то продолжается? Вот я, например, родил сына, сделал ему ремонт, достойный уважения. А вы чем-то хуже. Естественно, в процессе он вам не посчастливилось познакомиться как с моральными уродами, считающими, что телевидение – это проституция, так и с людьми, достойными уважения. И вы, естественно, хотите знать, кто конкретно сносил, ставил и выравнивал стены, клал кафель, клеил обои, а затем и красил их, кто монтировал ламинат и стелил линолеум. И если я вам не свой сейчас объект показываю, то это только потому, что я вас готовлю к сносу мозгов. Так вот, все работы выполнила фирма «Мегастрой», как и строительство этого объекта, ставшего украшением улицы Тивосяна. За вашей спиной вот объект, который вы взяли в каком состоянии? В плачевном. Что там было? Вот его построили, вроде сказали. Хороший объект. Что пришлось сделать? Пришлось сделать полностью внутренние работы. От А до Я. То есть не было ничего, была поставлена только коробка. Делали стяжку, выравнивали стены, делали потолки. Ну, результат вы сами увидели, что получилось. Вот этот объект, 500 квадратных метров, может быть, тысяча. При наличии нормального финансирования за сколько можно сделать? Два месяца. От и до? От и до. Отличный результат. Можем ли мы так делать вообще любые виды работы? Потому что, ну, не секрет, что земли хватает. Да, я не вижу причин, почему нет. Строительство сейчас насколько дорого, если брать в расчет бюджетные материалы? Ну, смотря, что вы подразумеваете, дорого. О чем мы говорим? Строительство с нуля? О коттеджах, о таунхаусах или просто об отделке? То есть, цены абсолютно разные. Есть эконом-класс, есть премиум. То есть, что хотите, то сделаем. Мы раньше вызывали строителей из Югославии, из Турции. Мы умеем сейчас все делать? Да. Технология, она одна, просто они немножко нас опередили. Быстрее зашли на этот рынок. А мы их догнали? Мы их догнали и стараемся перегнать. Получается? Да. А можно ли так же быстро, при наличии, опять же, должного финансирования, отремонтировать и обыкновенную квартиру? Без проблем. То есть, мы сейчас зимой что можем делать? Человек просто думает, что зима, все, не время делать ремонт. Так ли это? Нет, в зиму можно делать все абсолютно. Ну, кроме крыш. Ну, и фундамент, да? Или фундамент тоже делают? Все делаем. И фундамент можно делать, и кладку. То есть, зима, она не останавливает. Ну, опять же, вопрос финансирования, желание человека строиться. И так мы все-таки вот некоторое время стояли, да, в кризис говорили. В этом году пришлось сидеть без дела-то, нет? Нет. Строители так кризис не почувствовали. Работы идут, работы много. Даже больше нехватка людей, нежели объектов. Если человек с головой, может он прийти к вам работать? Конечно. Здоровые мозги и умелые руки. И это встретишь нечасто. Чаще строители – это уничтожители хозяйского имущества и откровенные бараны. Для меня порадовала работа фирмы «Мегастрой». Работа, разумно сочетающая сроки и качество, и, естественно, цену. Потому как такого скупердяя, как я, нежелающего переплачивать за сопли, слюни и разгильдяйство, найти достаточно сложно. Но мы сработались. И то, что делает, и как делает фирма «Мегастрой», достойно похвалы.